Дорогие друзья, уважаемый телезритель, как я обещал ранее, у меня в гостях очень интересные люди. Я вас сейчас с ними познакомлю. Итак, гость у нас с Турции, я так понимаю, да, наверное? Барыш Эрдем, директор Высшей школы туризма и гостиничного дела Крыско-Турецкого университета МАНАСС. Вместе с ним рядом с Витцем Афагуль Турдубеков, заведующий отделением рестораном дела и искусства в кулинарии. Верно? И вот рядом со мной сидит Динара Исакова, преподаватель Высшей школы туризма и гостиничного дела Крыско-Турецкого университета МАНАСС. Доброе утро всем. Доброе утро. Как настроение? Отлично. Боевое. Вы спалите? Да, конечно. Наверное, после эфира сразу на работу. Я не хаме-хаме, да еще гибли. Итак, ну, а сегодня мы с вами разговариваем о турецком чае, верно? Ну, вот, расскажите, вообще, пьете ли, вот, допустим, понятно, наш гость в Турции, он понятно пьет. Это обычно, обычное дело среднего дня. Ну, а вы? Пьете ли турецкий чай? Как часто вы это делаете? Так как я работаю в Турецком университете МАНАСС, мы его пьем каждый день. Ага. Да. Ясненько. Ну, а вот нашему гостю, Марширден, вот, все-таки, расскажите, пожалуйста, чем отличается турецкий чай и какие у него отличительные вообще качества? Я хочу сказать. Ага. Ну, поверьте, нам это тоже интересно знать. Чай, чай, bizim sosial yaşантımızın, ayrılmaz, очень важный партág. Так, это неотъемлемая часть нашей культуры, общества. Так как чайная культура очень поздно зашла в нашу культуру, но это 5000 лет назад она существует, но она насколько поздно зашла, настолько она конкретно и вобрала в себя все самые лучшие черты. Ясно, конечно. Начиная с самого раннего утра и кончая с самого поздним ужином, чай в нашей культуре существует и это неотъемлемая часть нашей жизни. Отлично. Расскажите, пожалуйста, на самом деле турецкий чай отличается от всех видов чая и вот первое это тем, что на самом деле посуда для турецких чая. Отлично. Это очень вкусно. Сейчас я постараюсь объяснить вам вообще как надо заваривать чай, как его надо пить. Очень коротко. Чай, как вы видите, состоит из двух этажных чайников. Большой чай, 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 очень чистая. Вода очень чистая, очень горячая вода и она начинает кипит. Каба из чай, 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 чай. Чай, 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 чай. Чай, чай, чай. Если воды немного добавлять, то есть край или дыра. Если воды очень ослаб Association, то есть очень счастливая чай. Если воды немного добавляем, то есть чай будет не жарить. После того, как вода закипит, мы берем этот чайник, наливаем в этот чайник кипящую воду, потом начинаем разливать по стаканам. Если мы кипятка больше нальем, то получается очек чай, то есть светлый чай. Если мы кипятка меньше нальем, то получается такой терпкий чай. Но здесь есть особенная точка. Если чайник кипящая вода не закипит, то у вас останется неприятный вкус в рту. В нашем случае сегодня чай у нас закипел. Мы начнем, чай мы кипят, мы кипят. Расскажите, про чайник понятно, как он заваривается, а почему именно вот такая форма посуды? Мы кипят, мы кипят, мы кипят, мы кипят и кипят. чай в зависимости от нашего желания то вот это . она будет играть особенную роль именно в наливании заварки ну отлично в таком случае да я так думаю нашим телезрителям сейчас интересно что будет дальше на самом деле все секреты как как пить турецкий чай дорогие телезрители ни в коем случае не переключайте буквально через короткую музыкальную паузу узнаем все секреты турецкого чая ни в коем случае не переключать пока слушаем музыку ну что дорогие дорогие мои гости ну давайте продолжим разговаривать с вами от чая и так ну про чай мы рассказали про по су тоже но теперь давайте приступим собственно говоря различия и так с чего начнем то есть это как-то особенно делается нет чем дейте чай он же и по детям из гиби и следим из митарда демполью бьюз давайте сначала как я вам объяснил сначала на льем аркой омазан из тарсик и раздавну а вы хотите светлая или это темный чай зависит зависимости то есть констрацию можно можно будет restrict да регулировать не регулировать насл а танкан нету а сейчас и ээр& и эээр бу камбардахым как галдене находятся госсакал календарь Это очень интересная идея, очень интересная идея, ой, это легенда. Так, раньше у нас стаканы были во время промышленной революции, они были на ножках, тяжелые, с крышкой и с ручкой. Но когда их делали, они себе стоимость у них становилась очень высокая. В 1900-х годах, в Турции, в Турции началась стекольная промышленность, как говорится, развиваться. И в Турции, то что европейские стаканы мы начали делать более проще в Турции и более, как говорится, элегантнее. Но почему именно дизайн у таких стаканов очень интересная история? Первый, что это лале, которая похожа на чай форму, она легко снять с кем. Во-первых, так как это стакан, можете взять в руку. Это объясняет, что первое, он похож на тюльпан. Да, это символ цветов Турции. Особенно в холодную погоду, когда вы можете схватить стакан, у вас рука согревается в ладошках. Таким образом, чай в ладошках, у нас рука согревается, и сердце согревается. Другой, в холодную погоду, в тюльпанах с кем. А если жарко, в Турции очень жарко, то вы можете вот так вот использовать. Это очень удобно. И пьете вот так вот, вот это не поднимаете, это мишанский. Резинчик. Редом твоей царей. Резинчик. Погородный такой стакан. Прямо. Резинчик. 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 Он предотвращает, чтобы наши губы не обожглись. Я постарался вам очень хорошо объяснить про структуру. Ну, на самом деле, исчерпывающий ответ был наш гость. Большое спасибо. Ну, в таком случае, дорогие друзья, а я уверен, и сейчас, и вы, наверное, пьете чай. Также, собственно говоря, что я делаю. И я всем желаю приятного чаепития, приятного аппетита. Ну, а вот у меня вот сегодня не обычный чай, а вот именно турецкий. А разницу турецкого чая от обычного чая, которого обычно, в принципе, мы пьем каждый день, нам расскажет буквально еще один наш гость. Но после короткой паузы сейчас, друзья, давайте же посмотрим топ-5, а именно на тему сегодняшнего дня смотрим. А итак, дорогие друзья, вот мы сейчас с моими интересными гостями разговариваем о турецком чае. Вы сейчас узнали топ-5 и топ. А я так думаю, много интересной информации вы сегодня исчерпали. Ну, а вот есть еще некоторые моменты, которые, оказывается, о турецком чае нам еще не сказали, скрывают. А вот сейчас вот мы все-таки хотим и раскрыть все секреты турецкого чая. Итак, прошу. Берем. Почему нужно в стеклянных стаканчиках пить? Есть особенность этого чай пить? Например, мы можем увидеть цвет чая. Понятно. И второе. Да. И получаешь кайф, когда вот ложечкой растворяешь сахар. Да. Да. Это одна часть нашей культуры. Именно стучать. Вот слегка так перемешивать и растворять сахар. Вот этот звон. Ясен. А мне за эфиром стало известно, что еще есть другой чай, где сахар не добавляют. Я не беру кытлама чай. Культурно-шекильденен, один другой чай, кытлама чай. А, есть еще чай в прикуску. Да. В этом случае, чай зажимаем. Мы не вставим чай, чай жален, в стаканчик. Чай зажимаем. Ага. Мы берем сахар. Один от зажим. Чай зажим. Чай зажим. И пить? И потом запи, ага. Ага. И потом сахар растворится у нас в рту. Много. Так что чай бить. чай зажима. Да. Да, и вот пока мы чай выпьем, у нас сахар плавно переходит в наш организм. Особенно, в Турке, в Турке, в Турке, у нас, восточный Турске, мы используем чай. Бараби, а вы какого чая пьете? Какого чая пьете пьете? В Турке, в Турке, мы используем чай. Я люблю черный чай. В Турке, в Турке, 200,000 тонн чая производит 200,000 тонн чая. То есть, 6% от мирового производства чая занимает. А сколько из этого, какой процент из этого выпивают сами сами? В Турке, в Турке, в Турке, 6,5% мирового производства чая. В Турке, Кендлер чай также производит немного чая. Это который планирует более чем дать им. они на первом месте это просто немножко подготовила встречи на первом месте стоит ирландия она три килограмма чая пьет выпивает в год а на втором месте стоит турция 23 килограмма каждый 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 человек каждый житель а в турции на втором месте два с половиной килограмма ты смотри ну хорошо красиво и так ну а где народ теперь мне известно что вы на самом деле специалист по чаю то есть и очень много знаете именно об этом искусстве и так ну расскажите пожалуйста вообще все сколько в мире имеется видов чая да и какие то есть на самом деле мы же много чего не знаю прошу во первых я хотела бы сказать что чай это вечно зеленые растения которые дикий кустарник нашли вообще в китае в древнем китае это было где-то 2 в двести двадцатом годах вести двадцатых годах до нашей иду наш 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 поеду собственно говоря это на самом было давно но а сейчас но сейчас сколько видов 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 очень много вот если опять и продолжать китайский чай есть белый чай есть желтый красный зеленый черный есть улун чай его еще называют олунг английский и поэр чай это это все разница китайского китайского чая на самом деле белый чай а чем почему на белый чай то он прозрачный белого цвета здесь вот просто в сборе в технологии самоприготовления чая отличается немножко белый чай он во первых собирается когда его собирают собирают обычно женщины самые верхние листочки то есть даже можно сказать почки собираются это вот идет на изготовление белого чая но он самый дорогой очень да он самый дорогой идет и он получается как бы крупный листовой вообще чай когда собирают его подсушивает реале чуть-чуть потом если надо ферментирует скручивают и опять же подсушивает и получаются у нас чай например белый чай его вообще не ферментирует или слегка слегка да слегка ферментирует зелёный чай он не ферментированы то есть окисление определенно не то то есть то есть получается и вот чутят 달 Dogsига слистка под воздействием ферментов и поэтому он получается такой цвет у него насыщенный вот чёрный чай например он очень ферментированный и цвет у него Он получается из-за этого черный и аромат. А вот вообще с чем стоит пить чай и когда это делать? Вообще чай лучше, конечно, пить с утра, потому что это волшебный напиток, он бодрит, тонизирует организм. С едой его вообще пить нежелательно. Почему? То есть ты можешь пить в Казахстане? Да, в Казахстане его пьют, поэтому у нас большинство населения страдает анемией. Если его принимать во время пищи, он может вымывать железо. Вот это что. Да, вот здесь вот чуть-чуть как бы есть вот вредные сочи. То есть это нужно отдельное чайное церемоние даже? Да, отдельное чайное церемоние до еды или желательно после еды. Вот, например, как делают англичане, у них с утра пьют чай, в час дня, вот во время ланча, ну, после ланча. И в пять часов у них как раз-таки идет время чая. Полдник. Да, полдник. Вот они вот, да, этот пятичасовой чай может заниматься. А с чем стоит пить чай? То есть если его с едой нельзя, то есть во время еды пить чай, то есть а когда? Я бы вот хотела отметить, что вот, как Боржбей недавно говорил, в прикуску, вот раньше наши предки, они были очень мудры, в прикуску пили чай. Вообще сахар нежелательно ложить в чай, потому что он, опять же, портит полезные свойства этого напитка. А какая разница? То есть испортит ли он там или испортит ли он у него? Здесь вот как раз-таки, если вы его туда положите, уже витамины исчезают там, уже вообще другие свойства получаются. А лучше его как бы запивать. Вот вы съели кусочек пирога, например, или кусочек сахара, за ним потом лучше молоток чая. Да, тогда полезно ишлось для организма. Ну что ж, дорогие телезрители, уважаемые друзья, я думаю, вы много интересного узнали с ответов, с историей наших гостей. Я напомню, что у меня сегодня в гостях был Барыш Эрдем, директор высшей школы туризма и гостичного дела Крысо-Турецкого университета МАНАСС, а также Сапарагуль Тодубекова, заведующий отделением ресторанного дела и искусства кулинарии. Ну а вот рядом со мной Динара Исаакова, преподаватель высшей школы туризма и гостичного дела Крысо-Турецкого университета МАНАСС. Итак, уважаемые друзья, уважаемые гости, я вам говорю большое спасибо за чай, за историю, за то, что пришли, порадовали нас, рассказали много чего интересного. Ну вам всем удачи, успехов и хорошего продолжения. Ну, я так думаю, вы потом нашему гостю это переведете, я думаю, хотя в принципе половину, наверное, поняли. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем, ну а сейчас, я уверен, наши мамы, сестры, жены, наверное, задумаются каждый день о том, вот что же приготовить в своей семье, чем же накормить своих мужчин, а также своих маленьких. Так вот, есть у нас такая рубрика, которая поможет вам найти ответ на этот, на самом деле, нелегкий ежедневный вопрос. Итак, для вас рубрика «Кулинарные гурме» Зарина уже готова показать вам рецепт интересного кулинарного изыска. Смотрим, записываем и готовим вместе с нами. Дорогие друзья, уважаемые телезрители, одной из наших гостей, Сапургуль Турдбеку, я попросил остаться. Я напомню, что заведующая отделением рестораном «Дело искусства кулинарии» Крыса Турецкого университета Манас, Сапургуль Турдбеку, вы нам сегодня расскажете о видах древнего крыльского чая. Итак, ну давайте вначале перечислим, сколько есть видов чая. Ну, на данный момент остался, как в Китае, всю жизнь был соседом, нашим соседом. Обязательно этот чай сначала пришел к нам, потом через Великий Шелковый путь дошел до Европы. По ходу мы, как говорится, брали китайский чай, самый лучший китайский чай. Во всем мире он известен как монгольский чай или калмыцкий чай. А кырдыцкий чай, он отличается тем, что мы, как говорится, более мягче и более гурмании подходим к вкусу. Хорошо, а сколько на данный момент есть видов кырдыцкого чая? Да, кырдыцкий чай, есть курма-чай, потом есть щир-чай, на данный момент, потом есть гок-чай, кара-чай. Гок-чай у нас пьют на юге, в основном зеленый чай, а кара-чай сейчас, в данное время, молодежь пьет. А вот этот щир-чай и ак-таган-чай тоже с молоком пьется. Почему? Наша кухня отличается от китайской кухни или чай, потому что мы используем молочные продукты. У нас есть фермент специальный в желудке, который ощепляет молочные продукты. А в Китае такого фермента у большинства населения нет этого фермента. И в старину, когда вы предлагали это попробовать ак или ак-таган-чай, то, как говорится, китайские гости, они отказывались от этого чая, потому что у них вызывало это расстройство желудка. То есть древний тюрок, он мог узнать другого тюрка за счет этого чая. Понятно. Вот сегодня мы приготовили с вами щир-чай. Итак, а как он готовится? Вот я вижу все ингредиенты. Это у нас талкан. Так. Толкно. То есть это жареная пшеница, она готовит... Берем пшеницу, жарим ее, потом через ручную мельницу, как говорится, толчем пшеницу, и получается талкан. Отлично. Есть арпа талкана, она темнее немножко. А где можно приобрести-то? На Ожском базаре, по-моему, 12 сомов килограмм. Есть проблемы. Да, да. 12 сомов килограмм. Понятно. Молоко. Молоко. Мы его уже добавили. Иногда каймак добавляем. Так, понятно. И мед, конечно, кыргызский мед, бал. Понятно. И вот здесь у нас... И это сармай. Сармай. Топленое сливочное масло, которое мы готовим в течение лета. Затем мы его, как говорится, жарим. Так. Не жарим, а забыла технологию. А, топим. Топим. Вытапливаем масло. И чтобы этот белок упал, остался только чистое масло. Ну, я думаю, это, в принципе, тот элемент, который, в принципе, не тяжело найти. Я думаю... Я уверен, у наших телезрителей имеется сармай. А Индия, например, его позиционирует как хи, там, вот, вот такое масло, такое масло. Вот, пожалуйста, это топленое сармай обыкновенное. Все. Используется в технологии аюрведа. Там это надо очень, как говорится, к нему хорошо относиться. Все такое. Это обыкновенное топленое масло. Вы попробуйте готовить на нем дома. И чай, ну, любые блюда, у вас, вы поймете разницу. Она, как говорится, не приедается и в то же время очень сытный блюдо. Однако. Хорошо, вот, а как готовить чай? Так, значит, мы берем топленое масло, ложку топленого масла, ложку толкана. Это прожариваем слегка. Затем мы добавляем молоко. Так. И добавляем чай. Монголы добавляют плиточный чай. Мы берем обыкновенную заварку и заливаем... Обыкновенную, любую заварку, которая есть? Да, да, да. Ставим на плитку, например, столовая ложка, заливаем кипятком. Она доводит до кипения, но не кипит. Так. Настаиваем 5-10 минут и затем мы заливаем сначала молоко, то, что мы прожарили, толкан, а потом добавляем заварку. И все, получается такой насыщенный вкус и насыщенный свет. Попробуйте, пожалуйста. А запах-то какой? Талкан с детства? У вас сейчас, как говорится, древний дух проснется. Ну и оно, к тому же, это, как говорится, сытное. Ну, согласен. Да. Учитывая то, что там мед, сарма... А, мед или вы можете на ват добавить, это на ват наш, как говорится, родимый сахар, который делается на виноградном соке, или мед. Ну, здесь уже на любителя. Да. Ну, я знаете... Сахар лучше не добавлять, потому что он это, ну, такой рафинированный, он не вписывается. Совсем не вписывается. Натуральный вкус будет, да? Ну, знаете, мне вкус напоминает... Зачастую такой чай пьют, когда... В особенность, когда болит горло. Да. Мне кажется, в случае, когда, если вдруг простыли, а здесь сарма, здесь мед, здесь еще и талхан, и молоко. Друзья, мне кажется, тот самый недуг, который вдруг вас раздалил, сразу, собственно говоря, отступит. Ну, и зимой это пьется, оно сейчас, вот, если вы выпьете это, как говорится, с утра пораньше, она напоминает кашу, но до чая, например, как говорится, все древние тюрки, они это пили, а от кончай, как говорится, курма-чай. И потом вот это, то, что мы перед этим говорили, о том, что это чайная церемония, это все отдельно. А от кончай, это который, собственно говоря, с молоком с солью, уйгуршим солью. Да, 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 да. Туда, это, курма-чай, и от кончай туда добавляется соль, да? Понятно. Да. Ну что ж, супруга людей, вам большое спасибо. Вам спасибо. За то, что рассказали. На самом деле, да, век живись и век учись. Я уверен, многие наши телезрители, живя в Крымстане, наверное, и будучи самиными крызами, и не знали, на самом деле, об этом. Я лично, я никогда не знал, что есть столько видов крызского чая. Но вот теперь сегодня буду знать. Итак, вам большое спасибо, дорогие друзья. Я напомню, что сегодня с нами была заведующая отделением ресторана дела искусства и кулинарии Крызского турецкого университета Манаса Паргуль Турдубека. Вам большое спасибо и хорошего продолжения дня. Дорогие друзья, мы идем дальше, а впереди нас ждут еще интересные гости и очень много полезной информации о чае. Ну а пока вам доброго утра, всем приятного аппетита, если вдруг вы завтракаете, ну и вообще хорошего продолжения дня. А пока короткая пауза. Продолжение следует...